Всем здорова! Сегодня такие мои новые покупочки. Был в магазине Поряда, купил две струбцины и заходил тоже в строительный магазин, такой типа как сельпошный. Вот взял вот такую балерину. Давайте посмотрим. Вот такие две струбцины. Основание металлическое. Ну не знаю, они мне понравились, выглядят прикольно. Были там еще металлические такие обычные красные. Ну вот эти прям, не знаю, мне что-то прям аж захотелось. И взял пару штук. Возможно буду клеить колонки. Попробую как они себя поведут в работе. Ну и в принципе мне они в садик пойдут, там всякие стульчики клеить. Ну там постоянно надо что-то клеить. И столы, стулья, все разваливается. И я думаю вот они мне пригодятся. В таком раскладе вот такая фирма. Значит 150-ю взял. Ну не знаю, наверное надо было 200-ю или 250-ю вот такую две штуки брать. Потому что ну 150-я что-то мне кажется теперь уже, ну теперь уже кажется маловато. А вот 250-я посмотрите, какое расстояние. В принципе тут можно уже какой-то коробок зажать неплохой. Ну вот если сравнить со 150-й, да, разница конечно такая впечатлительная. Здесь вот крутяха есть. Можно вот эту губку откручивать. Ну пока не знаю для чего. Это опять же, это пластик. Не знаю насколько они будут живучие. Ну в принципе в ходе работы посмотрим. Имеются отверстия, можно их вешать куда-либо. Ну какие-то, я не знаю, саморезы вкрутить в стену там и вешать вот таким окаром. Ладно, по струбцинам в принципе все. Ну выглядит более-менее неплохо. Я бы так даже сказал, вроде как на вид-качестве. Тут вот такие бумажки прицеплены. Струбцина 250. Значит по цене. Вот это вот 150-я 320, по-моему, рублей или 319. Вот это 250-я 345 рублей. И была еще 300-я. Что-то в районе тоже там 380. И просто есть еще 200 миллиметров. 335 рублей. Ну взял вот такие две. Ладно, в принципе давайте перейдем к балеринке. Балеринка стоит 380 рублей. Тоже буду в колонках выпиливать отверстия. Вот чек. Чек от струбцин. Не знаю куда задевался, наверное. Или жена выкинула. Ну, в общем, уже не нашел я его нигде. Так, давайте вскроем нашу коробочку. Так, вот здесь надо чем-то подцепить. Значит, балерина у нас от 40 до 120 миллиметров раскрывается. По дереву. Так что, всякие металлические штуки ей сверлить, видимо, не рекомендуется. Итак, что у нас идет в комплекте. Значит, в комплекте вот такой клинышек. Ну, видимо, что-то выбивать там. Не знаю пока для чего это. И ключик шестигранный. Так, вот сама балеринка. Вот такого вида. Два острых. Таких, как ножа. Сверло. Значит, фиксируется оно шестигранником. Давайте открутим, посмотрим. Так, закручено, конечно, тут оно от души. Кто-то постарался. Можно регулировать ножик. Откручивать, прикручивать. Так, ну вот, допустим, выставим. Так, вот так, наверное, получается 120. Ну и попробуем этот тоже. Что-то этот я открутить. Вот, пошел. И тоже выставим на 120. Так, поджимаем. Один. И второй. Так, ну, поджалось. Держится хорошо. Значит, что еще тут у нас за болты. Вот этим болтом регулируется прижим сверла. Так, а здесь у нас получается, ну, вот этими болтами сдавливается вот этот пропил. И тем самым оно фиксируется на вот этом квадратном основании. Ну и опять же, здесь можно регулировать вот этими болтами крепление наших ножей. Ну что ж, теперь осталось попробовать это устройство в деле. Буду скоро делать корпус для колонки из ламината. И вот как раз попробую по ламинату вот эту болеринку, как оно будет сверлить. В общем, наверное, сделаю вставочку. Ну, или просто какой-то кусок доски сейчас возьму и попробуем ей просверлить круглое отверстие. Ну, что у нас тут по описанию. Ну, вот, в принципе, вы все сами видите. Можете почитать, поставите на паузу и посмотрите, что тут. Если кого-то что-то интересует. Так, ну, в принципе, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Как всегда, до новых видео и до новых встреч. Всем пока!